добрый вечер уважаемые партнеры извините уважаемые коллеги меня зовут Иван Мартынихин и сегодняшний наш вебинар будет посвящен навязчивости их распознаванию и лечению несколько лет назад по-моему в двадцать первом году на этой платформе у меня уже было был вебинар посвященный опсессивно-компульсивному спектру и как мы с вами скажем да что навязчивости конечно они специфичны именно для опсессивно-компульсивного расстройства и связанных с ним расстройств и тогда я начал с того что я сетовал о том что эта тема она актуальна потому что достаточно распространенная группа расстройств она такая злободневная и трудная для большинства наших коллег потому что это пациенты которые достаточно тяжело лечатся но вот она мало звучала на разных конференциях на семинарах и прочее прочее их не было длительное время мало внимания но могу в позитивном смысле сказать что происходит хорошее изменение и за последние несколько лет но видимо вместе с повышением интереса населения к проблемам психических расстройств или психического здоровья в целом может быть благодаря к виду интерес к теме опсессивно-компульсивного расстройства существенно возрос и теперь часто уже эти эти темы видны на разных конференциях проводятся семинары проводятся циклы образовательные посвященные опсессивно-компульсивного расстройства что прямо замечательно и лично меня очень радует единственное что есть мне кажется такой нюанс что когда психиатры именно правят говорят про тему опсинокомпульсивного расстройства поскольку такая сложная для нас для психиатров то мы часто сползаем на какие-то вот такие абстрактные концептуальные дискуссионные темы да вот особенно мои коллеги профессора до когда начинает говорить очень сложных вещах там потом как раньше было хорошо тонкой психопатологической но очень мало воспроизводимой оценки там и прочее прочее вот поэтому мне показалось важным и нужным вернуться к этой теме но в таком больше в большей степени в таком практическом ключе и проговорить про опсинокомпульсивное конечно расстройство в таких контексте ответа на практический вопрос это как их распознавать как обсессии компульс распознавать что это такое как выявлять разнообразие проявлений потому что опять же вот сложность диагностики она заключается в том что очень много разных разных разнообразных переживанию людей с навязчивостями как у какая группа риска наиболее подвержена опсинокомпульсивным растутскому ждем эти расстройства как отличить от похожих раз зачем распознавать и лечить в чем смысл да вот такое долгосрочное и перспективы лечения до что мы можем улучшить жизни пациентов ну и отдельно поговорить конечно более подробно про современные практические алгоритмы помощи и выбора фармакотерапия для людей с опсинокомпульсивным расстройством соответственно давайте начнем и для начала вернемся и вспомним что есть навязчивости и что есть опсинокомпульсивное расстройство здесь есть существенная как раз одна из тех проблем которые вот путает многих многих моих коллег дело в том что если вспомнить какой-нибудь студенческий цикл общей психотологии то там обычно говорят что вот есть три нарушения мышления по содержанию бредовые идеи сверценные навязчивые явления а навязчивые явления они могут быть очень разнообразные дальше говорится да как бы они все в одну кучу немножко сложены и для всех навязчивых явлений да вот такая классические признаки да их множество авторов из классической психиатрии описывают до непроизводного возникновения без желания такая вторгающиеся мысли да есть критическое отношение или если говорить обычно говорят есть но если говорить более точно она возможно при разубеждении например что классические мы будем считать таким существенным отличие отличие от бреда да хотя дальше мы скажем что тут есть все гораздо сложнее чем кажется и есть безуспешные попытки борьбы с этими переживаниями да поэтому и собственно говоря появляется это слово навязчивая навязчивая часто люди путают да думаешь навязчивая это вот то что часто у пациента присутствует то чем он переживает а постоянно думает да ну такие сверценные идеи так можно сказать и бредовые идеи тоже имеют такое свойство вот все-таки навязчивые явления получили такое название потому что именно вот они в прямом смысле навязываются да то есть человек от них их гонят пытается прогнать от себя а их становится только больше они возвращаются удвоенные утроенные прочее вот это такая вполне вполне логичный современный концепт но дальше вот говорили о том что эти навязчивости можно рассматривать в разных контекстах психической деятельности и могут быть идиаторной навязчивости вот разные там мысли сомнения воспоминания влечения там так далее может быть навязчивые действия компульсии и навязчивые страхи фобии и вроде как это все единая единая группа переживать на самом деле то как сейчас мы понимаем это как ну вообще правильно было бы понимать следующая вещь первое то что на самом деле правильно говорить про апсивно компульсивные переживания да и вот это правильно прямое значение смысла навязчивые переживания до имеют и абсцессии и компульсии они противопоставлены друг другу в первую очередь по своему смыслу по своей сути абсцессии это неправдномеренное вот как раз то что мы говорили нежелательное интрузивные вторгающиеся то что мы уже сказали мысли образа влечения которые там самые разные могут иногда визуальные представления да какие-то воспоминания картинки это не обязательно даже именно как мысли но которые вызывают дискомфорт тревогу страх они возникают на таком автоматическом уровне как дальше мы с вами скажем как сейчас понимают в когнитивных науках могут быть вызваны какой-то триггерными факторами а могут возникать спонтанно вот мне просто подумалось почему-то вспомнилось и это иногда людей да вот когда есть триггер то еще понятно да вот когда это возник такие переживания до возникает сами по себе то это как раз может быть большей степени и пугает потому что что-то например там какая-то мысль а вдруг мне там не знаю там выпрыгнуть в окошко или там еще то что то конечно это кого-то ударит это вызывает ни с того ни сего без причины как вызывает страх что это такое ко мне пришло в голову да как же такие мысли могут у меня умещаться в говоря вот и совершенно противоположные характеристики имеют компульсии компульсии но классически называется действия но почему да потому что это преднамеренные волевые действия до обсессии вот как раз вторгающиеся компульсии преднамеренные волевые контролируемой нашей воли контролируем нашим сознанием действия но они могут быть разные это не обязательно именно собственно действие в этом мире да то есть не обязательно мы там что-то трогаем там бывает стол трогаем там крутимся на месте там моется человек там и множество каких-то других действий да может быть но они могут быть и мыслительные действия например счет да это тоже известная до классически описан вариант навязчивость проговаривания перепроверки в уме там сканирование своего физического самочувствия до ипохондрических навязчивость это достаточно характерно но главное что здесь что смысл этих этих компульсии в том чтобы снизить тревогу которую вызывают обсессии и с одной стороны вроде как это замечательно потому что какое-то время компульсии помогают уменьшить дискомфорт но проблема в том что как мы сейчас с вами увидим обсессии компульсии только закрепляют цикл обсессии компульсии чем больше человек совершает компульсии компульсивных действий тем больше у него становится обсессии тем больше он внимание уделяет этим обсессии а сами компульсии они могут иметь тоже очень разный смысл в классической общей психопатологии да в такой вот сейчас постсоветский до российской психиатрии тоже там множество есть авторов которые там предлагают свои объяснения психотерапии тоже есть в разных подходах да какие-то свои объяснения то есть могут быть исправляющие убеждающие например пояс заверения до у других людей точно я там ничем не больно точно я никого не ударю точно я там ничего не сделаю там например могут быть связаны с ситуацией но чрезмерно их а могут быть не связан напрямую то есть иметь символическую защиту классический обычно приводит пример до что руки можно мыть для того чтобы они были чистые чтобы очиститься можно просто чтобы все случилось хорошо чтоб какие-то там родители не умерли или там не произошла какая-то катастрофа это будет символическая защита опять же иногда говорят про какое-то значение вот этих видов ради чего собственно их и описывают но на самом деле конечно вряд ли здесь какое-то диагностическое прогностическое значение вот разных подвидов этих переживаний мы можем найти и подтвердить научно да они просто умозрительно предположить как вот классический делать и например да здесь мы можем такой тоже такой яркий до пример и дальше мы будем говорить про близость активно-компульсивного спектра и импульсивных импульсивного спектра на примере влечений да вот это такие обсессии до которые часто являются так как раньше назывались контрастные до связано с каким-то возможно агрессивным сексуальным нам поведение и они достаточно степени пугаются пациентов и много переживаний про про выполнимость их и вот здесь как раз видно дифференциальная диагностика всех видов всех типов влечения на которых в психиатре описано обсессивное компульсивное импульсивное обсессивное до влечение например там ну вот то что я предложил самое такое простое прыгнуть под поезд метро то вдруг я сейчас прыгнули кого-нибудь толкнуть под поезд или там из окошка ребенка там выкинуть или там маму задушить такая мысль да когда она попадает вот во внимание до человека она конечно его пугает он он начинает переживать а вдруг я такое совершу как же так это ужасно там и прочее и начинает как раз то есть вот эта тревога вызвана этой обсессивной вторгающейся и интрузивной мыслью который человек чуждо нежеланно у него нету чувство сделанности конечно как бывают при там тоже шизофрении да у него просто есть что это не моя я не хочу это думать это мысль то моя то есть никто инопланетяне мне не вложили но я не хотел бы и думать потому что это очень плохо вот и соответственно чтобы защититься от нее то появляется до компульсивное влечение самое разное опять же вот какие-то да столько-то раз мне нужно постучать по столу столько-то раз повернуться там вокруг себя например там пойти помыться там или что-то сделать там другое множество разных разного комплексивного поведения которое направлено на как бы то чтобы снизить тревогу связанную с обсессиями а импульсивное влечение то есть компульсивное влечение они сознательно контролируем и соответственно и и правильно было бы здесь написать сюда волевой контроль есть и направлено на защиту от риска и импульсивное влечение это самый известный пример криптомания дали клиптомания до ситуация когда человек случайно какой-то импульс у него возникает что-то сделать и он это делает ради как раз поиска адреналина поиска кого-то удовольствие может быть не в прямом смысле да вот классический вариант ворую не для того чтобы получить какую-то выгоду а для того чтобы встряхнуться получить какие-то эмоциональные эмоциональные переживания если как раз вот этот цикл попытаться рассмотреть абсцессии компульсии то логично как мы с вами сказали что абсцессия автоматическая мысль вызывающую тревогу приводит к компульсивному поведению направленное на снижение этой тревоги на дальше получается то что как раз человек не совсем ожидает что получаем временное облегчение но дальше абсцессии становится больше так как больше внимания ему уделяются и меньше веры в то что если я не буду например что тут делать такое да вот для защиты от этих абсцессивных вторгающихся мысли то значит что возможно это и произойдет если я там не буду вы такое магическое мышление да не буду определенное количество там раз там перечитывать текст какой-то ли считать или избегать каких-то цифр то вот там что-то с каким-то людьми которым незначимо который может находится там далеко далеко на ну территориально от меня да ну вот с ними что-то плохое произойдет соответственно человека про это делает да и дальше чем больше он делал тем меньше он как бы очень больше он убежден что именно эти действия до приводит к тому что все остается хорошо да и какие-то катастрофы не происходит вот но чем больше он думает о возможных таких неприятных событиях тем более маловероятные варианты развития событий например да и и каких-то неудач и каких-то неприятных вещей становится для него но он о них начинает думать они они становятся для него там относительно реально и соответственно обсессии усиливаются да и это все увеличивается как такой порочный круг то же самое например так в отношении ипохондрических переживаний связано с навязчивым страхом за свое здоровье также там подумал о том что я чем-то болен ну и компульсивные действия хотели не по врачам чтения в интернете там и прочее прочее и приводит это только к большему погружению в тему заболеваний и оценкой большей вероятностью что возможно чем-то 10 набор основная проблема если так вот говорить концептуально вот это мы вернемся когда будем говорить про лечение то мы даже скажем что вообще лечение без психотерапии только фармакологически да сейчас есть прекрасный препарат который неплохо помогают для лечения навязчивости но без психотерапии они не очень эффективно психотерапии нам одна из таких ключевых первых вещей которые вообще нам по-хорошему нужно сделать это переместить внимание с обсессии до которые вот которые поглощают внимание человека на компульсии почему потому что обсессии это то что невозможно как-то изменить они автоматически автоматизировано интрузивно возникают мы не можем их контролировать а вот компульсии они как раз могут опять же у них они возникают как мы с вами сказали что это волевое действие да мы можем поэтому их контролировать поэтому если мы пытаемся полностью избавиться от обсессии то их только становится больше и мы попадаем в такой порочный круг во многих случаях видите такая проблема как есть указал да о том что сами пациенты то они считают именно в обсессию проблем они с ней был пытаются бороться до компульсии они считают наоборот защитным поведением хорошим для себя поведением нужным для себя до поведением для того чтобы справиться с этим порочным циклом нам надо как раз наоборот перевернуть это отношение то что мы не можем изменить мы должны принять абсусивные мысли и тогда их со временем достаточно быстро станет значительно меньше а как раз к компульсии как контролируем волевые действия мы можем в лучшей степени контролировать и поэтому их мы себе можем поставить некоторую барьерки на этом собственно основаны подходы психотерапевтические да и собственно говоря вот если мы дальше будем говорить сегодня как раз в одном из чатов для психиатров который проходит один цикл после дипломной подготовки возник возник возникло обсуждение одного клинического случая и психиатров и вообще вопрос был про терапию но все как бы уперлись в том что вообще что как оценивать состояние пациента чуть позже расскажу да и как раз вот опять же забегая вперед наша одна как бы ключевой момент для дифференциации активно-компульсивных переживать навязчивых переживаний отстан сердцем и бредовых и прочего да это как раз вот видение этого порочного кругла этого цикла поэтому это не только психотерапии это такой не только психотерапии в контент поведенческой это важно это увидеть а вот в и для диагностики тоже такой важный важный аспект ну вот я из одной из книг по когнитивно-поведенческой терапии здесь иллюстрация до которой что же некоторых своих лекций приводил что пример прикосновение говерной ручки как триггер мысли о том что заражение возможно будет повышение тревоги мучил рук на короткосрочной перспективе снижает это напряжение мытье рук но в долгосрочные последствия и чувство стыда и самоусуждение снижение самоуверенности есть и отсутствие уверенности в том что если я не буду мыть руки то со мной будет все хорошо поэтому это приводит к повышению общего напряжения и в большей степени снова прорасполагает к новым абсцессиям как раз вторгающимся мыслям вызывающую тревогу ну а дальше в как раз в контент поведенческой подходе достаточно много разных аспектов поведения когнитивных искажений до разбираются которые вот и описывают вот этот механизм скажем положительной обратной связи или порочного круга как часто говорят в медицине соответственно и опять же да вот ключевой момент связь этим даже если нету такой полноценный пациент по каким-то причинам отказывается от полноценной психотерапии то основные мысли ему можно и задачу до влечения для него важное нужно донести даже если вы не специалист в психотерапии в таком совсем первом приближении потому что очень много конечно общенокомпульсивное расстройство достаточно сложно и в психотерапии лечится да потом там много разных техник подходов раньше нюансов и прочее прочее но если так обобщить что здесь есть две части почему называется когнитивно поведенческое потому что вот 2 компонента когнитивное и поведенческое когнитивное это под помочь пациенту понять этот порочный круг и перевернуть отношение к абсцессиям компульсиям до компульсия это то чем надо бороться они обсессии да как любят думать до пациента они пытаются запретить себе мыслить вот эти автоматические мысли которые не думая белой обезьяне и становится больше мысли про белый обезьян это делается через нормализацию интрузивных мыслей то что туда с многим людям приходит в голову мысль там что-то 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 сделать там скинуть кого-нибудь под поезд или там ударит ребенка или беременную женщину там и так далее да то есть но те кто не обращают на это внимание их мысли она пролетает даже не не сильно замечены да и они на ней не фиксируются да те кто пугается и пытаются побороть ее у них эта мысль может становиться навязчивой да и становиться дисфункциональный пугающий мешающим жить при этом важно то есть да конечно для диагностики мы проверяем степень убежденности и критичности человека к вероятности исполнения тех или иных да вот этих обсессий да то есть тех тех событий которые вызывают этих переживаний которые вызывают тревогу но важно тоже не переубеждать они не слишком пытаться переубеждать 100 пациентов ну потому что чем больше опять же мы это тоже такой опсидно-компульсивный круг да то есть например человек который переживает о том закрыл ли он там дверь выключил ли утюг и прочее прочее он же внутри себя тоже спориться с этими сомнениями он говорит что ну наверное все таки закрыл ну вот я предыдущий раз этому закрывал да или вот другие люди же не не моют руки по по низкому часов в день не зачем не мыть вот и внутри себя он тоже ведет в примерно такой же диалог а если мы со стороны до включаемся пытаемся переубедить в отношении того что да там ничего страшного там можно руки не мыть и прочее прочее то он станет такой кто что в мотивационном консультировании называется выпрямительный рефлекс да он станет на противоположную сторону и начнет с большей уверенностью убежденностью до обосновывать не это почему вот я знаю случай когда вот человек там чем-то заболел или когда действительно дверь не нет ни не закрыла там пришли какие-нибудь наркоманы воры там что-то произошло или там дом сгорел и тогда сразу найдет какие-то объяснения даю поэтому чем больше мы будем то есть будет такая напрасная трата времени чем больше мы будем пытаться переубедить тем больше человек сам же будет убеждаться в вероятности до этих своих переживаний то есть это вот первая когнитивная часть и вторая поведенческая по сути дела научиться выдерживать тревогу связанную с абсессию без прибегания к этому защитному поведению компульсию правильно называется эксперт экспозиция с предотвращением реакции когда мы стараемся сразу экспозиция то есть маленькими шашечками там увеличивая время да вот этого необходимостью переживать да это эту тревогу связано с абсессиями да но мы постараемся допустить постепенно сократить число число приучить ждать именно да вот этот привыкнуть к дискомфорту да например хочу помыть руки я потому что боюсь что руки грязные но сначала там не сразу как только у меня возникла такая мысль возникла тревога что надо помыть руки да но я минуту жду да потому что привыкаю до вначале может быть минуту сложно ждать через какой-то когда уже слегка жду минуту да и привыкаю совладать со своим со своим своим страхом дождут там две минуты через неделю вам три и так далее и когда уже там условно 15 минут могу прождать что уже отвлекся на что-то другое забыл что меня вообще волновало да и вот выраженность этих то есть вот мы говорили так что навязчиво с чем до неприятно дать им что они прогрессируют до чем больше чем больше этих переживаний тем это порочный круг все больше и больше накручивается начинают мыть сначала там две минуты больше чем чем обычно там руки на потом уже там часами могут могут и если мы используем да вот такого рода психотерапия то там противоположную сторону до идет и количество вот этих действий их объем она уменьшается и тревога связана с этим уменьшается уже легко это побороть и отбросить эти мысли не обращать на них внимание как и у другие люди вот в одной из тоже вебинаров который здесь был посвященный ипохондрии я нашел такую иллюстрацию которая мне кажется она вполне вполне ярко до иллюстрирует ту мысль которую мы должны донести людям собственно комплексивным расстройством и она заключается в том что часто до люди с укр до или ипохондрическим расстройством это вариант по сути подвид активно комплексивного расстройства они думают что вот есть какая-то ужасная да ужасная пропасть ужасные какие-то возможные события до угрозы для их жизни и вот с помощью своего комплексивного поведения хождение по врачам перепроверками анализами там и прочее прочее они спасают себя от этой ужасные участи до упасть и сорваться до в эту в эту бездну да но если мы внимательно посмотрим то вообще все на самом деле наоборот да на самом деле никакой существенной опасности ну да она не никто не в безопасности на сто процентов да есть вот эта неопределенность да там любой может заболеть раком но маловероятно например что молодой там человек то или там инсульт у него что будет или что не знаю там метеорит на голову пойдет или еще пять неприятно случится вот вот это как раз нетерпимость к неопределенностью желание все должно сто процентов перфекционизм это что характерно для людей склонны к навязчивости и в им важно как раз привыкнуть жить в этой ситуации неопределенности но какой-то чрезмерной опасности конечно их не ждет другие люди я всегда так говоришь другие же люди не делают также то почему вы считаете что вам это необходимо чем вы отличаетесь вот а как раз вот то что они считали да вот в том первом варианте перевернутым до спасительным средством да то что они держатся над чтобы не упасть в эту пропасть получается наоборот что вот как здесь нарисовано да что это на самом деле дорога и человек со своего велосипеда слез слез упал и на землю да и держится зачем-то за эту землю вместо чтобы дальше идти и жить своей жизнью полноценно и развиваться в разных направлениях вот он зациклился на на своих переживаниях и по сути дела именно вот это его его то что он держится да и мешают ему не мешают ему жизни это для так вот эти компульсив компульсии они абсцессии а его собственное поведение а это по поводу нормализация до переживаний есть разного рода просы в которых когда спрашивали про всякие приходят ли к вам в голову да какие-то непрошенные мысли то оказывается многие люди в общей популяции говорят да действительно приходят страхи там что что-то я там не как бы возможно оставил включенными там какую-то плиту да ведь у практически 80 процентов женщин имеют 60 процентов мужчин до внезапное желание выехать на встречку 50 процентов женщин 50 процентов мужчин мысли о том чтобы заняться сексом на людях но не знаю вполне может быть и прошенная мысль ночи каким-то здесь дальше желание пристойно обнажиться тоже какой-то значимый процент населения но в этом и суть что те кто считает что это ладно эта часть нашей жизни ничего в этом такого нет те не фиксируют на этом внимание эти мысли отбрасывают как несущественные не будет же там человек выезжать на встречку зачем это нужно да если у них нет каких-то суицидных депрессии да и же и и какие-то чувства безусходности там прочих вещей зачем ну а так может свободные люди да можем про разные и думать и делать и почему почему бы нет вот поэтому подумал отбросил не фиксируем внимание а люди с активным курсом расстройством да они вот увидели как бы возникла такая мысль они испугались они пытаются ее прогнать от себя и чем больше пытаются прогнать и больше и становится вот собственно говоря этот порочный круг на и навязчивости дальше такой сложный аспект да вот мы с вами сказали что навязчивыми явлениями в общей психологии называют абсцессии компульсии фобии и с формальной точки зрения фобия это вот чрезмерный страх иррациональный дисфункциональный да и в принципе мы там часто говорим арахнофобия страх пауков или там спидофобия канцерофобия да она это может быть не самый лучший пример это возможно я ну давайте арахнофобия да вот здесь на этом слайде тоже есть этот вариант то есть они могут быть и возникать в рамках собственно как сейчас мы называем фабических расстройств и одновременно с тем же названием в принципе дав как фабула переживаний может быть в рамках активно компульсивного расстройства вот в рамках фабических расстройства страх пауков например самый самый частый считается простая фобия доставшись на это эволюция до многие дети там девушки да они боятся боятся пауков но они живут своей жизнью совершенно данной да вдруг если внезапно особенно какой небольшой паук где-нибудь вылез да несмотря на то что в россии вроде как не бывает до каких-то и ядовитых или почти не бывает ядовитых пауков на многие до начинают паниковать пугаться там езжать и прочее да то есть когда получается не вспоминают про свою фобию только столкнувшись со стимулом люди с аэрофобия даст вот когда нужно лететь на самолете люди социофобия когда перед тем как выступать они там волнуются другое дело люди с активно компульсивным расстройством случае фобий да то есть при столкновении с этим с этим стимулом да и защита это просто избегание да то есть если я боюсь пауков я от них убегают боюсь собак я от них убегаю община комплексивно расстройства тут уже к сожалению не убежать потому что это как эти переживания не возникает и вне связи то есть может быть того же самого содержания но и вне связи собственно столкновением со стимулом типа того что вдруг я вот съездил там куда-то на дачу ночевать и там мне там в ухо залез паук да вот несколько было таких пациентов кому-то в ухо залез паук после дачи боялся до считал доходил папа по врачам пытался проверить кому-то бабочка к этого рота до считал сюда что что залетела да и вот сомнения вдруг там то что там точно это есть а вдруг там не туда хотя вот вроде как хуже самого стимула и нет человек думает про это особенно отношение болезни различных да где и когда я мог там заразиться там чем-то и прочее прочее да вот то есть это такая такая устная жвачка да и или там а вдруг что-то такое но сейчас мы с вами посмотрим какие по содержанию могут быть на вещи самые разные да вдруг что-то произойдет и для того чтобы защититься используют разного рода нет не просто избегания да а еще и компульсивное поведение да то есть какие-то защитное защитное разного рода защитное поведение в том числе в виде такой символической защиты не связаны с собственно этим страхом и или вот в тоже та же самая мысль да она вот на таком простой схемке дифференциальной диагностики тревожных навязчивых и связан со стрессом построить она тут следующего что если мы видим тревогу до навязчивости да это близко конечно к тревожным расстройством сейчас они разделены две разные группы расстройства в советской советской психиатрии вообще тревожно что не не выделяли хотя мы сейчас то понимаем что это вообще самое распространенное психическое расстройство населения генерированного тревожных паническом дальше с нами прям вот но сейчас мы считаем вот есть отдельные спектр тревожнофобических расстройств и отдельно спектор обсеменах компульсивны в первом случае больше собственно эмоциональное переживание тревоги вегетативных проявлений во втором случае больших мыслей зацикленности и поведение до какого-то и вот если мы увидели такие тревожные переживания дальше мы можем разобраться достаточно быстро провести дифференциальную диагностику если мы видим что это приступы до таких тревожных переживаний они там вот если не провоцируем то это называется паническая атака классическое тревожное расстройство да если они связаны с каким-то страхом пауков страхом не знаю там высоты забора крови там не знаю острых предметов метро закрытых пространств лифтов там мрт глотание там и прочее прочее да то есть там рвоты это все будет специфические фобии вот в ситуации триггерной ситуации да когда мне там нужно например дать человек со страхом глотания предположим да для врачей актуальные такое фобия тоже часто про это рассказываю боится глотать например крупные таблетки да вот в этот момент когда нужно проглотить много переживаний нет не могу в другое время есть нормально да община компульсивное расстройство это вот постоянная зацикленность то же самое тоже может быть переживания но вот и в ситуации когда и нету какой-то значимости был обычную еду там ем до или или пью даже там вот а вдруг не попадет не в то горло вдруг там что-то вдруг полное тоже рассказывал до прошлый раз про мои давнишнюю пациентку который тоже периодически да такое переживание есть которая боится вдруг я перестану дышать да вот не надо все время контролировать сюда как я вдохнула выдохнула если я не буду про это думать то я не то вот у меня страшная мысль о том что тогда я наверно если они будут контролировать ну да я понимаю что во сне не контролирую но и вроде как не задыхают но вот когда я не сплю я все время должна там думать про то как это происходит да то есть не связана ситуация до постоянно до присутствия вот тогда мы как раз и будем говорить про посетивно компульсивно если пароксизм все-таки тревоги то вот это при столкновении с объектами какими-то или страх социального взаимодействия социо социофобия социальная тревожная до расстройства вот такая понятная понятная история соответственно что же мы сейчас называем активно-компульсивного расстройства то есть вот та ситуация когда присутствуют абсцессии и компульсии вот этот порочный круг и собственно так и называется раньше там пытались называть это неврозно вяющего в состоянии проще прощается современное название последние там несколько десятилетия там с 80-х годов это активно компульсивное расстройство если откроем критериям кабанин станет достаточно простые есть абсцессии как мы сказали дать это что те повторяющие персистирующие мысли например заражение образа сцены насилия образы да похоже на галлюцинации надо людей жалуются как будто это галлюцинации импульсы и побеждения да например кого-то ударить которые воспринимаются как интрузивные вторгающиеся навязчивые и нежелательные обычно они вызывают тревогу человек пытается игнорировать подавлять абсцессии или стремится нейтрализовать их выполняя компульс и 2 да вот как раз компульсии это повторяющиеся поведение включая умственные действия которые человек чувствует необходимо выполнить в ответ на абсцессию в соответствии с жесткими правила или для достижения чувства завершенности так что вот все было хорошо была серия серия до молодых людей до мальчиков которые вот у них такое переживание что иду по улице вдруг мне пришла какая-то мысль да вот пугающая мысль о том что что-то произойдет плохое дату с родителями просто плохой ли там не какая-то неудача будет и я должен остановиться и ни в коем случае дальше не идти а продумать эту мысль как-то обратно невозможно обратно на самом деле запихать мы дальше с вами про это скажем а вот это автоматическую вылетевшуюся мысль но значит вот снова продумать что-то да какую-то вот свою цепочку рассуждения для того чтобы как-то пошло по-другому и вот до ощущения что все вот этот этот теперь я правильно подумала дальше могу идти ну проблема в том что что вот сюда этого состояния ли кто-то даже обратно до отходит до для нас на то место где начал думать как-то неправильно да и проблема в том что до этого момента пока я снова надо додумаю дока как-то правильно ощущения правильности защищения завершенности этого можно проходить по 20 минут дает человеку не нужно дойти там до школы там да да института не может дойти потому что вот он стал посреди улице и стоит не может двинуться вперед не надо соответственно критерии до что у многих у нас есть навязчивое переживание но в той или иной степени выраженности здесь ведь требует много времени например не обязательно например занимают более часа в день и приводит значительную дистрессу и значит нарушение функционирования это классическое определение для практически для всех психических расстройств то есть не просто сомнения когда я ухожу из дома закрыл я дверь до который не мешает мне жить а все таки и когда мне приходится вернуться я ухожу с работы я нервничаю там пол рабочего дня я уехал в отпуск и там думаю выключил этом теле телевизор или там телефон там и прочее прочее не могу выбросить эти мысли вот тогда это уже не функционально это патологическое то состояние все достаточно мне кажется вот если мы понимаем что есть навязчивость это все здесь достаточно плохо просто да а вот более сложную идея да вот она уже как раз про такое некоторое современное понимая понимание как критичности и облигатности критичного отношения и опять же есть спецификаторы в мкб-11 с хорошим инсайтом когда вот именно в полном смысле навязчивое состояние когда человек понимает что эти мысли они неоправданные зачем я и зачем я об этом думаю да и вроде как я не должен возвращаться потому что это плохо я только время теряю даже скорее всего закрыл дверь да но не могут совладать да то есть чем больше я с ними борюсь тем больше опять же их их становится и с плохим инсайтом или отсутствующим инсайтом или критикой да когда убежден что да действительно так и нужно делать потому что если вот я не про то что например пример про если я дальше пойду по улицу действительно произойдет что-то плохое да это не моё это вот то есть не не оценивает это мышление как магическое да точно не может быть мало ли кто чего подумал как отошел по улице почему должен там условно самолет упасть или там что-нибудь взорваться там или да или ранить летом умереть магия нет но это 5 такой магическое мышление больше в целом для конечно характерно но больше степени как раз для детского подросткового возраста такая некоторая ну вот что еще не недостаточно и взрослой критичности да и правильно оценки реальности и причинно-следственных связей вот и соответственно но может быть убеждение до который человек отстаивает нет я должен не что вам не говорите как же если я пойду или там кто-то у меня из клиентов тоже да что с каким-то какое-то количество раз открою выключите телефон да вот до характерного до ощущения или там дадим мне тоже вот мой пациент при то есть он крутится на на месте вокруг своей оси при при прохождении всех вот когда из одной комнаты в другую проходит или из одного вида пола до или поверхности на улице да там с асфальта на дорожку сходит да и надо обязательно прокрутиться вокруг своей оси прошим какое-то количество раз я не помню какой-то четный нечетно зачем для того чтобы вот там в него там чтобы в игре до его какие-то там достижения правильно там ну сообщество игровое в котором он играет учли и тогда вот он станет известным там-то и все у него будет жизни хорошо а если он так не будет делать что этого не произойдет да и но мы долго дома с ним дра по разному увеличились да и фармак терапию использовали да и пытались психотерапии как раз разбираться да как это может быть связано то почему так но у него убеждён нет все вот не так вот я так думаю поэтому это это правильно я нет где-то не до или этот молодой человек мусор да не выбрасывающие да потом или на улице подбирающий чужой там мусор именно чтобы там с родителями что-то плохого не случилось чем достаточно взрослым студент и это такой да совершенно дисфункциональных форм до доходящую он критично он пытался бороться но не мог с этим бороться да поэтому там со временем из дома не перестал выходить практически из дома вот по поводу этого инсайта до или критики тут имеет большое значение время да и образно опять же тоже и пример из лекции про ипохондрию так что так большую часть врачей это достаточно это понятно да что ну и многим людям до размышления по поводу своего здоровья но вообще такой имеет вероятность да мы оцениваем вероятность болезни да то есть где-то у нас что-то кольнуло мы начали там думать о том может быть я чем-то болен но потом подумал ну в принципе не умираю может быть и все в порядке да сам сам же себя успокоил да и оценка вероятностью что я болен она сначала возросла потом уменьшилась потом если опять же начинает снова думать переживать читают тревога да чем больше отслеживать свое состояние тем начинается все больше больше да вот это вот этот цикл порочный он приводит к тому что чем больше я думаю тем более более маловероятные события начинаю воспринимать как реальные да и поэтому вот уже практически полностью когда убежден например да из недавнего пациента пришел и рассказывает такую историю что вот в 16 лет он он курил марихуану с друзьями да и один из его приятеля сказал пошутил над ним как он сам же и понимает да что у тебя затылок горит то что он присмотрелся до в опьянение каннабиодин такие люди внушаем уж да ну наверное что-то у меня вот есть ощущение жара в затылке приятели говорит ну значит умрешь сейчас ну и скоро умрешь от инсульта и тот испугался начал переживает на счет думать все время доходить по врачам проверяться и и прочее прочее да то есть вот хотя это маловероятное событие да ничего у нее не предвещало нет никаких нет никаких переживаний но вот с тех с тех пор прошло больше десяти лет и да вот были периоды когда он опять же думая на этот счет он находил у себя признаки того что точно точно сейчас у меня инсульта что-то плохое да и бежал к врачам потом успокаивался потом снова опять же себя накручивал как и говорят в просто речь и люди но в последующем он переключился на в какие-то сердечные заболевания да вот теперь страх до страх на сердечные переживания заболевания да он уже все знает по кардиологии прочее прочее ну у этого пациента то есть настолько выработаны ритуалы защитные что мне он просто запомнился он берешь ну я в принципе понимаю конечно маловероятно сейчас что у меня какая-то болезнь но все-таки я для того чтобы точно уверен я иду сразу записываю сразу четырем врачам до кардиологом да вот потому что если сначала я к одному ходил но потом да вот он меня посмотрел разубедил вроде вроде хорошо да потом начал сомневаться точно ли вообще доктор правильно посмотрел точно чем не пропустил а точно ли он еще достаточно компетентен и и прочее да и снова соответственно возникают сомнение в компетенции доктора уверенность в том что я более да то есть опять оценка вероятности растет потом снова 무 disco этот его разубеждают вроде как успокаивается и снова думать до чем больше ходил тем больше обрастала это все какими-то знаниями про медицину до переживаниями прочего то теперь у него значит четверо да почему четверо потому что ну два могут ошибиться 3 может быть тоже вдруг могут ошибиться а у 4 вроде как если я одновременно записывать что врачам разных клиниках и всех их проходит там за несколько дней чтобы вот когда переживание есть про то что у него может быть какой-то сердечное заболевание тромбы какие-то еще что-то я уже не помню . собственно что он боится да но тогда он он более спокойно и вот здесь как раз вот этот низкий инсайд он как раз клинически очень чувствуется потому что скажем одно дело как человек которого легко убедить разубедить с ним достаточно легко работать любому доктору и такие вообще пациенты благодарны обычно людей с эпохондрическим расстройством не любят врачи да почему хотя бы они не сильно больные да им пришел что-то успокоил рассказала вроде как они все успокоились и все стало хорошо да то есть почему бы нет вообще-то то есть легкие до пациента для работы и приятные казалось бы да но действительно одно дело вот эти недавно заболевшие а другое дело те которые уже много времени болеют думают сомневаются читают форумы и подвергают сомнению любые любые слова врача знаешь что он просто в последующем как только он выйдет от врача он будет сомневаться сам поэтому он уже наперед задает эти все сложные вопросы доктору да такие конечно пациент они уже лучше чем доктор знают какие-то всякие нюансы свою болезнь не да не совсем правильно их интерпретируют спорят с ним и поэтому конечно это вызывает у докторов много не самых приятных от переживания такие такие пациенты да ка это все опять же еще раз связано со временем чем больше времени проходят давайте переживая чем больше думают тем больше продумают разные этом но но это скажем бывает конченная и хорошая динамика положительность и даже и самопроизвольно но большинстве случаев нет то есть этот ритуал а до они обрастают и станции больше 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 более дисфункциональны если не лечиться да и соответственно переубеждать сложнее критики вот этот параметр до инсайта да он он становится хуже вот и опять же вот то что мы мы как раз и обсуждали например сегодня с коллегами из чата до психиатрического это как отличить сверх навязчивое явление от бредовых и сверценных классический в общей психологии вроде как простое достаточно различие и различие как раз в доступности разубеждению да вот если четко говорить про про критерий ясперса да и вот всегда говорят что бредовые идеи да это то что не поддается разубеждение несмотря на явное противоречие действительности да действительно так то неправильное выделение важности из-за неправильной работы дофаминовой системы и человеку вот он убежден в чем-то да какие-то случайную мысль выбрал он в ней убеждена его не переубедить традиционно навязчивая как раз против поставлялись по аспекту именно наличие критики то есть там тоже может быть мысль достаточно странная но там можно переубедить человек вот например случае с этих ипохондрических переживаний до пришел он когда у тебя все хорошо он шел довольно да спасибо большой доктор но вот если мы внимательно посмотрим то конечно вот эта ситуация с плохим инсайтом там тоже не переубедить там еще как бы человек тебе ответят что ты там недостаточно компетентен как же быть как же здесь дифференцировать давайте еще раз проговорим потенциально мы как бы и обычный человек здоровый человек может ошибочно заблуждаться в чем-то да то есть у нее может быть естественное заблуждение связано с недостатком знаний эрудиции недостаточно рационального мышления особенность этих мышлений этих этих мыслей да то что они не мешают жить да то есть они дисфункциональны все остальное дисфункционально ошибочные суждения не мешают ему а вот бредовые сверценно и навязчивые мешают человек это отличие от норм с бредовыми идеями бредовые идеи все-таки да кроме того что человек не переубедить еще важно самый важный еще на самом деле аспект в своими которые как раз делал акцент на него карл ясперс это то что они вязать продуктом болезни да вот это неправильное выделение важности из-за дофаминергической до повышенная активность мезолимической системы приводит к тому что человека с творчество болезни до проявляется поэтому все передовые переживания не строится но они другие люди так не думают и коротко дают определение бреда не разделяемые другими людьми дисфункциональные идеи другие люди так не думают и всегда все переживания бредовые строится вокруг я бредовые идеи преследования там я такой значит ну как и чем-то ценный дай поэтому за мной следят бредовые идеи величия очень крутой там самоуничижение крутой со знаком минус да но всегда пара продукт продукт я и другие люди не присоединяются к нему сложнее со сверценными идеи сверценные идеи здесь они в этих двух аспектах похожи на бредовые но то есть их классически так говорили вот бредовые идеи ложные а сверхценные они правильные как бы да но мы понимаем что сверхценные идеи но те которые все-таки действительно дисфункциональны это иди в которой и утрированы которые может быть кто какие-то другие люди так и думают ну например да то есть ли из таких перерывания со здоровьем то это эпохондрический да какие например идеи ну каким-то вид диссидент вич диссиденты но если человека нет вича и он думает что это вич придумали фармфирмы до загора фармфирма на самом деле вича нет и умирают от лечения не от самого вича то и дну и бог ты с ним никому не мешает это жить просто его суждение или там что земля плоская если он не пытается на ракете улететь с этой земли то никому не мешает это жить что инопланетяне существует много все когда всяких идей да кстати да в отношении то есть вот возможность возможность переубедить или признать ошибку да и у людей то с ошибочными здоровых людей не всегда присут не всегда возможно попробуйте переубедить человека но в отношении там каких-то там ценностей верования тогда и прочее в религиозных убеждений и так далее вполне здорового человека невозможно это сделать и сверценно идея это все тоже мысли которые человек не сам придумал они взяты из социума но они опять же утрированы благодаря длительное изучение вопроса размышлений и связь с этим он переоценивает их значение да там бредовые идеи сверцальные идеи там всякие ну и если похондрические оздоровление диеты там какие-то да то есть тоже те же вещь диссиденты до которые имеют вич да но отказываются от лечения да несмотря на все попытки их там каким-то образом да разубедить и вовлечь или там имеют там рака отказываются от лечения говорят нет я буду там пить какие-нибудь грибы для того чтобы вылечиться вот навязчивые идеи примерно по по сути дела примерно то же самое да этот этот они не связаны с какими-то своими собственными размышлениями до период как бы они не связаны с ценностью какой-то свои я своего яда не вне строится вокруг вокруг меня да то есть это это в принципе утрированные идеи взяты из социума вот но в чем же тогда будет различие да то есть получается что навязчивые действия ценные идеи и навязчиво с низкими сайтом то вообще ничем не отличаются у нас будет нет они отличаются тем что все-таки навязчивости они связаны с дистрессом с тревогой да то есть вот этот порочный круг этот цикл да он связан он запускается тревога не делаются компульсивные действия активно компульсивные да вот цикл да и компульсии делаются чтобы чтобы освободиться от от тревоги тот-то дискуссия которую которая упоминала на сегодня был случай следующий что у женщины умирает муж в какой-то инфекции ну вроде как что-то типа муж ковида или что-то такое женщина видимо из какой-то села до небольшого города где частная до застройка и она переживает о своем здоровье вызывает боится что тоже она заболеет вызывает много раз там скорую помощь себе да по поводу своего здоровья а потом поджигает дом да и вот доктора трактует вроде как вроде это бредовое какое-то поведение что здесь бредово в принципе да вот эта идея зажигания в некоторых обществах зажигания трупов умерших даже не был заразно да в вещей с которыми он соприкасался да то есть это ну и в медицинской да в некоторой старой концепции да это использовалось но сибирской я же до сих пор там ты что-то уничтожает как-то но и так народе это в принципе достаточно логично но мне так мне мне так показалось что мне показалось что тут никакого бредового переживания нету сюжета да для бредовых так эти переживания на вполне как раз из такого навязчивого навязчивого как раз вот этот аспект и из-за тревоги да это опять же тоже кто-то сверцальные какие-то иди но все-таки сверценные они делаются ради чего-то да даже какие-то связаны с ипохондрии да ради оздоровления буду там пить мочу там что-то еще но ради чтобы был мне хорошо это они нет тревоги а здесь все-таки именно тревоги чем больше она думала чем больше она прибегала красному компульсивному действию обращалась за помощью о том что они умирают этом врача тем больше у нее этот тревога нарастал это гипотетически домой не видел эту пациенту ну вот такая как бы идея для дифференциальной диагностики но как вот все это рождает эту мысль да о том что конечно между всеми этими тремя видами нарушения мышления по содержанию есть переходная форма да и есть действительно такие переживания которые достаточно сложно дифференцировать да и где здесь если собственный продукт болезни лет и но интерпретация общих мыслей для людей есть ли дистресс да или или нет сверценных идей ревности да ну вот там наверно тоже до навязчивая идея ревности да они больше со страхом сверценные может быть да какие-то другие другие эмоции до переживаются но там тоже и как как минимум давай при сверценных идеи есть и может быть выражен дистресс но и критичность тоже тоже как мы с вами видели как подразумевает современная классификация да и современные вообще развитие мировой такой общей подлоги она может быть разное что неожиданно для нас для большинства наших специалистов в мкб 11 на этот счет там достаточно много тоже таких описание которые не дают четкого разграничения опираются на как раз клиническое суждение это как то есть некоторые идеи навязчивые могут казаться бредовые связи с убежденной стойкостью на которой эти идеи поддерживаются или эти убеждения ограничиваются вот 2 да здесь более важными кажется то что ограничивается то есть если эти убеждения ограничиваться страхом убеждения том что навязчивой мысли вот тогда для обises и до верные что компульсии реалистично связано содержания этих обсессии тогда это опсина к опыте на что есть если не других фаббал переживания да тогда это все таки мы будем как окр с низким инсайтом с низкой критикой они как бы рядовые груз на торм этом сердце надо первым как же выявить окр действительно сложная задача потому что активно опсим на компульсивные эти переживания они достаточно разнообразны и в мкб 11 есть даже вот это понятие подгруппы глава до который называется опсим на компульсивные исходные расстройства куда нас относятся укр собственно с критикой без критики но остальные расходы также больше или меньше критикой дисморфа дисморфические переживания дисморф фобические как раньше называлась патологическая озабоченность собственным запахом эпохондрия которые до этого они по своей сути все эти переживания похожи и патологическое патологическое накопительство хординг и патологически телесно направленной стереотипи в том числе всякие трехи телом они и прочее прочее да мы говорили на в на лекции про психо дерматологию делать то что дерматологи с авто деструктивные дерматоза да то где повреждают кутикулу там и расчесываются и прочее прочее таки навязчивые вам там разные варианты есть ну во многом навязчивые действия с очень много разных фабул переживания и если их обобщить их не просто так обобщаются благодаря исследованиям до которые говорят о том что многие из них ну можно сгруппировать и все вот это многообразие переживаний в принципе описывают четырьмя главными кластерами да это страх за загрязнение заражения соответственно вот самое известное до проявление укр мытье рук уборка о возможном вреде беспокойство вреде мог я кого-то ударить или могу я кого-то там не знаю что с ним плохое сделать проверки неприемлемые мысли там запретные контрастные да то что раньше называлась мысли до агрессивной сексуальной религиозного там хульные мысли как раньше назывались соответственно разного рода мыслительные ритуала и молитв то есть каждому виду абсцессии да еще немножко свой свой вариант и компульсивного поведения симметрия до беспокойство симметрии то наведение порядка да то есть они вот мытьем уборка тоже немножко так коррелирует но и накопительство до хординг как называются да опять же страх что если что-то выкинуто мне потом пригодится да и поэтому складываю склада сходу ничего не выкидывает да то есть вот противоположная по здесь те которые любят мытье уборку и порядок да они все выбрасывают наводят сюда такой минимализм до в квартире и накопительство ли хординг до которая наоборот все завалено да то есть опять же наши мои старшие коллеги да они все время говорят о том что вот зачем выделили какое-то отдельное расстройство дается и вот это же просто описатель надо человек то есть если подумать это что же есть все на компульсивное расстройство зачем отдельно говорить про хординг как отдельное заболевание но на самом деле если бы не почитали литературу и посмотрели что как раз хординг на вот здесь тоже на этой картинке на самом деле видно да он мало коррелирует с другими переживут то есть если остальные они между собой более-менее коррелируют там больше или меньше да то хординг он и по времени возникновение более поздним чаще возрасте и там полу и по множеству других факторов он не совсем похож на другие виды навязчивости поэтому и выделен в отдельный вид ну и я уже привел достаточно много примеров не буду так на конкретных пример своих пациентов подробно до останавливаться это опять же есть такой стандартизированным метода который в качестве собственно клинической шкалы он доступен открытый много есть можно использовать свои практики называется община комиссии на шкала еле брауна где 10 вопросов про 5 процессе компульсии и оценивается выраженность там длительность дисфункциональность дискомфорт сопротивление и контроль в можно суммарный балл говорит о тяжести у карта такой во всех исследованиях используются именно это шкал но к нему есть такой малодоступный такой большой подробный чек-лист с разными перечислениями разными видами обсессии компульсии в которых описано 67 штук какие-то опять же мы здесь говорили например у нас была в рамках конференции центра решения была тема сексуальной обсессии да такая тоже важно запоминающиеся и распространенные сейчас тема когда человек например там да у него мысли о возможном до сексуальных действиях с этом насильственного характера или с несовершеннолетними или с родственниками да у нас есть в центре тоже один пациент который мы больше года наверное так выводили в хорошую ремиссию до этого 10 лет у него только усиливать усиливать сексуально как раз навязчивости навязчивость сексуального характера да вот кто-то он там посчитал что он смотрел там когда-то порнографию и после так у всех до примерно до что мальчик когда посмотрел порнографию какую-то потом вышел на улицу что-то представил какой-то образ там до в сексуальными сферами до связано с какими-то до случайными людьми испугался что это плохо стал себе запрещать образов стало больше 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 да и вот спустя там 10 лет когда он пришел у него же переживание что я я вот вижу в том числе да как какие-то сцены я себе представляю потому что я извращенец это ужасно и должен все запретить это греховно это очень плохо а сцена том что я там с мамой там совокупляюсь с папой да с богом да вот я религиозный человек это вообще ужасные самим богом да это это там делаю там какие-то сцены как это себе сексуального содержания он видит и естественно это вызвать дичайшие у него волнение переживания уже депрессивные мысли что он извращенец и что если бы он не был бы религиозным ему давно бы надо было все убить и прочее прочее вот такая достаточно характерная история то и мы что же вот достаточно продуктивно с ним работали в психотерапии фармак терапии шли через нормализацию до отношению к этому переживанию что ну а что такого почему что то есть плохого давать их мысли у него это долгое время там несколько несколько месяцев вызывал дичайший возмущение как это же если я такой себя представляю я же я же очень плохой ну и дальше перечитывание переписывания для студентов этом характерно да для тоже хорошо или в этом пациент один хоккеиста который вот бросил хоккей почему потому что он хорошо нападающий подольше надежда все хорошо но в юношеской какой-то сборной да и вот выходя из из раздевалки он должен поставить бутылку с водой вот определенным образом чтобы он точно забил гол до вначале это чуть-чуть времени занималась потом все больше и больше больше потом он уже не мог выйти до его все кричали там ему там до тренера вызвал до чем больше они на него давили тем вы говорили что прекрати это дело тем больше он там выставлял эту бутылочку вот именно так чтобы точно все было хорошо да и выйти на лед не мог пришлось соответственно прекратить заниматься соответственно для всего разнообразия этих проявлений проблемы видите в том что не всегда люди считают ими их патологическими не всегда жалуются почему потому что ну да у меня есть например сейчас вот это то что навязчивости которые люди блага техническим средством немножко скажем нормализовали уменьшили дисфункциональность хотя мне кажется что это очень странно начнет по поводу выхода из из дома и перепроверок выключены ли все там все электроприбора например да то есть но я не выключаю там не телевизорный компьютер да не зарядки из розеток и ничего не происходит и дома большая часть из нас нас с вами так не делает а есть люди которые все это делают а еще и переживают о том что а вдруг я это не сделал поэтому выходя из дома не сначала выдергиваюсь а потом проходит еще там несколько кругов проверяют а потом фотографируют чтобы с собой и когда у меня в транспорте возникнет такая проблема до пересмотреть эти фотографии некоторые даже кому-нибудь отправляют для того чтобы они были уверены что это так соответственно последние несколько лет поскольку когда люди стали вот фотографировать да и вроде это стало их меньше мучить и меньше мешать жизни то они сами про это не жалуются потому что но это часть жизни да я вот привыкну я там лишний час выхожу собираюсь на час раньше меня наставать на работу ну это же чтобы не произошел пожар да поэтому мысль следующий то что на некоторые абсцессии типа вот в той тех тех сексуальных которые приводил да там человек пожалуются но надо сказать что он пожаловался не совсем так то есть он не скажет что это у меня здрасте у меня навязчивости контрастного до совершения сексуальная навязчивость он скажет я извращение с я педофил там я какой-то до маньяк пожалуйста вылечите меня от маньяка то люди с настоящим до изменениям влечения да не читаются это влечение свое это эго симптомные переживания поэтому не будут просить вылечить себя до подкрутить себя на люди с навязчивость меда они как раз с этим просьбой приходит вот а вот такие с типа вот с этими перепроверками фотографирования розеток такой никакой не пожалуются если не спросить специально не пожалуются поэтому ну вот я честно говорю тоже примерно в конце приема если он ко мне пришел человек там с другими психическими расстройствами я в конце приема там вот такая формально идет вопрос там о здоровье с нетом либидо там и прочих вещах там жкт и аппетите я также спрошу так а как у вас быть да вот не проверяете ли вы не моетесь не моете слишком долго вот нет ли там мысли до которой вы не можете прогнать из себя не циклитесь вы на чем-то да не не занимаясь ли вы повышенным нарушением порядка или еще да по я добавляю еще про не нет ли у вас захламленного и вот оказывается эти вопросы они выявляют достаточно большое количество людей у которых действительно с этим есть большие дисфункционные проблемы которые они сами не спросят поэтому это вот такая скрининговые скринги 5 вопросов они на самом деле ну по моим впечатлением очень неплохо работают не говоря уж о том когда мы может быть на как прав осмотрели счетом на каком-то быстро и легко можем выявлять почему почему бы нет и вот вместо того чтобы говорить про какой-то эпидемиологии так немножко сухими на цифрами давайте попробуем перевернуть эту ситуацию и зададим с вопросом да вот у кого в общем нам надо ждать укр кому вот те же пять вопросов нам надо с точно не забыть задать соответственно давайте посмотрим разные параметры возраст в каком возрасте могут заливать заболевать наука общая мысль что-то завоевал к укр у сидит заболевать достаточно молодом возрасте одно из таких достаточно ранних психических расстройств раньше только расстройства на психического развития тут социальная тревога там рс пищевого поведения и фобии там да вот детского возраста да все остальные они все остальные позже и шизофрения существенно позже и птср и генерализована тревожное что-то и биполярное расстройство и там паническое расстройство все существенно позже пик заболеваемости в леокар 14 лет да и видите там к 18 лет половина людей заболеют да то есть это такое расстройство достаточно раннего возраста поэтому когда к нам пришел взрослый нам как бы во многих случаях важно спросить про про прошлое не было ли все в порядке нее в детстве да вот я тоже спрашиваю вот эти здесь и ритуалы детского возраста это достаточно часто выявляется что то есть иногда это бывает прямо прямо так очень в тему да например как-то один наш коллега кардиолог ко мне приходит и у него проблема что вот у него начались до реализационной деперсона дарисон и какие переживания он у них очень переживает как бы приводит до их чем больше привлекается про это думаю тем больше их становится и ну такой классическая опсивно-компульсивная на самом деле цикл и он уже стал ходить по всем врачам там ему там шизофрению поставили дай мы начали лечить его там нейролептиками и он про это так рассказывает прям ну вот в панике очень пришел вот как последняя одежда чуть ничего не помогает что же делать уже все нейролептики перепробовал и так далее я начинаю объяснять про этот опсивно-компульсивный цикл и говорю что вообще-то это вариант вот эти в данном случае у вас до реализации да это это вариант опсивно-компульсивного спектра он только о а это уже завершение то есть я его в принципе во всем расспросил ничего не дополнительно не рассказывал сам о как это укр а я же с детством болею еще с 14 лет болею меня там было навязчивость маму там задушить кота тому задушить там жену потом задушить какие-то еще да то есть я все время принимал лекарства ну для правильного лечения у к раму там в детстве то правильно мы поставили хорошо лечим а неужели это то же самое оказалось что он ну последние годы не все было хорошо вроде как по навязчивости был в ремиссии и когда у него возникла новая фабула он сам не узнал что она такая вот вот этом как раз есть нюансы да при украр что иногда бывает что фабула меняются да у меня есть тоже для женщин считается более характерно когда то одна то там печь сексуальная навязчивость а потом какая другая потом третья да то есть вот они 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 меняются и люди не всегда понимают одно и то же расстройство вот поэтому анамность важно спрашивать и она нас достаточно раннего возраста другой важный момент что укр вообще мы сказали что пик там в молодом возрасте но есть и второй пик почему именно пик мы тоже говорили про биполярное расстройство что оно такое например вот шизофрения у такой она достаточно гомогенно то есть время манифеста она такая очень достаточно общая то есть то есть там где-то там в районе от 18 до 25 там большая часть заболевают то есть узко по времени а биполярного расстройства на бывает и у детишек там с 10 лет да и у пожилых то есть вот она такая немножко более распределенная заболеваем но все-таки там тоже один пик для украины из два пика вот детского возраста и второй пик как раз такого уже немолодого возраста ведь в районе 50 лет то есть первая эта мысль что ведь с первичная заболевать в разном возрасте может быть то есть в любом возрасте мы еще можем ждать манифеста укр но с двумя пиками да и там вот многие контрастные хули на этом даю все эти они там могут быть у молодых и там в после родов у там девушек например достаточно характерно что со своими детьми сделать до навязчивость и послеродовая такого к манифесту к и упор а у пожилых там эпохондрические может быть чаще да там хординг тот же до достаточно характер с другой стороны здесь смотрите два пика точно другие расстройств практически не имеют да и например алкоголизм имеет тоже два пика заболеваемости то что в районе 19 лет и там 40 и считается что это отражение двух разных патогенетических механизмов нейробиологических механизмов да то есть например есть люди которые употребляют алкоголь ну ради удовольствия ради веселья потому что они у них плохой контроль импульсов они начинают перепивать и пьют слишком много да именно из-за того что у них плохой контроль импульсов да это сочетается да то есть у них сочетается с там расстройством контроля импульсов поведение там и прочее вот это в молодом возрасте после 40 ближе к 40 до 2 пик это уже другой мотив потребление у многих да то есть там эти заболевают те кто пьют чтобы убрать тревогу справиться со своей тревогой да и попадают в порочный круг да когда чем больше пьешь чем данное время стало лучше да потом что на следующий день все снова вернулась в плохое самочувствие наоборот еще хуже да уже сам алкоголь там тревогу усиливает и депрессию вызывает и в конце концов это быстро прогрессирует в первое не сильно прогрессирует а второй тип с немолодым началом они быстрее прогрессируют спиваются погибают вот и в отношении укр тут как раз тоже скорее всего вот эта динамика я не случайно привел пример здесь про алкоголизм да потому что он тоже высоко коррелируется с ока и там тоже при укор тоже мы можем рассматривать два варианта и нарушение контроля импульсов часто коррелируют и вот этот порочный круг с навязчивостями из тревогой тоже такое может быть например как раз вот такой мне грустный нести сейчас да есть есть такой в переживании до связан с тем что один мой коллега с которым этом больше двадцати лет много общался дружил работу и вот он там лет с 20 страдала псевно компульсивного расслуживно нарколог общества псевно-компульсивном расслуживали ухудшения да она была такая и вот даже скажем вообще на компульсивная ли она красная личность до которой вот перфекционизм до тревога за мелочи за все на сто процентов сделать и прочее прочее и в детстве и в молодом возрасте добыли там какие-то и ну поведение с нарушением да с контролем импульсов но вот после 30 с опять же стал прибегать все больше больше к употреблению алкоголя для того чтобы успокоить себе свое вот эти переживания цикл до навязчивый и это и попал вот это в такой совместный да вот это патогенез и укр и алкоголизма и там это стало очень очень быстро прогрессировать и к сожалению вот недавно он погиб в конечном итоге в этом 40 лет условно очень жалко но к сожалению видеть такие такие вещи бывают в общем отчасти говорят там другую когда исследует укр но тоже смотрят про разные механизмы патогенеза но еще другое есть объяснение почему эти две волны до что мы можем говорить про когнитивные особенности и так они достаточно гибкость особенность мышления у людей с укр и вот она то это недостаточно гибкость мышление и в молодом возрасте может быть характерно как раз такие более усиление также как его пубертатный и инволюционный до какой-то криз да и в и соответственно уже в основном у людей 50 тоже один из вариантов почему усиливается это симптоматика вот в этих два то есть может быть одна и та же один и тот же патогенез просто возрастные такие вот что у него 22 этих пика в исследованиях везде про говорят про подтипы да укр с ранним началом и укр с поздним началом и там они различаются точно тем что укр с ранним началом чаще у мальчиков более тяжелая симптоматика и вы там все фабулы вообще может быть и перебор что не там сочетаться с тиками с другими расстройствами активно-компульсивного спектра могут сочетаться ну и больше генетическая прорисположенность с поздним началом считается что чаще более острое начало чаще после триггеров больше эпизодичность течения да вот не хроническая такая вот а теперь ключ то одно то пару лет все было нормально другая к это фабула до больше коморбидность депрессии тревогами менее разнообразные фабула но не в всех исследований например это было там вот этим многие факторы про коморбидность депрессии тревоги в метанализа не подтвердились потому что они сказали что это связано больше с полом чем с чем с возрастом и соответственно второй вопрос соответственно что по поводу действительно женщины заболевают позже мужчин пик заболеваемости у мужчин еще в 10 лет до у женщин в 15 медианный возраст 2023 ну вот там до 25 лет две трети мужчин и половина только женщин заболеют то есть и обычно поэтому как то вот мы больше работаем с мужчинами немножко более тяжело болеют в связи с тем что них чаще этот первый тип с ранним началом но и поэтому как-то мог рс во многом с мужчинами ассоциируем но если мы посмотрим всякие эпидемиологические исследования такие хорошие именно не не с клинической выборкой до с эпидемиологии это там взгляд такой что женщины все-таки болеют на 60 процентов чаще да то есть и так упрощенно сложно да очень достаточно большой разброс в американские цифры в dsm там больше процент но взгляд такое сейчас что же у женщин где-то полтора процента страдают укр у мужчин один процент а в общей популяции риск 1 и 3 процента для активно-компульсивного расстройства вот второе наследственность да опять же часто раньше относили к активно активно компенсивно расстройства к неврозновешивых состояниях говорили про психогенную его природу и прочим но сейчас тут смысле не сейчас а последним уже 50 лет с 80-х годов 40 лет расстройства в переменали в расстройстве потому что хорошо представляет нейробиологическую природу на что направлено действие лекарств и что важно и генетическую природу и если упрощенно говорить опять же тоже одно из самых таких последних исследований отчет там много разных противоречивых было данных но вот те которые обобщают примерно все что есть что условно говоря примерно на 50 процентов окр обусловлен генетикой да у тех кто ну с ранним началом там большая предрасположенность с поздним началом папа поменьше да например там у монози год на близнецов виде 52 процента ранним началом 43 с поздним или до при когда в общих вклад наследственности до 50 процентов при раннем начале до 45 при позднем но и 46 вот считают исследователи по всем собранным данным и также вода и семейные исследования да то есть если у человек с укр то вероятность того что у него из родственников первой линии родства кто-то тоже болеет укр семь раз больше чем допустим в общей популяции то есть все классически доказано генетический вклад но мы помним что это конечно полигенной наследование с очень большое количество генов также как в генах шизофрении там биполярные и так далее поэтому не там аутизма да что не значит что кто-то и взрослых обязательно страдают мы говорим что во многом на 50 процентов генетическое заболевание но среди родственников видите там в семь раз выше чем в общей популяции если 1 и 3 в общей популяции то где-то там порядка десяти процентов пациентов с укр имеют родственника 1 линии 1 тоже сокара 90 не умеет ними да но это не значит что мы все носить легенов да у кому-то больше кому-то меньше пришло поэтому в среди семей у 90 процентов никого с четкой заболеванием нет когнитивные особенности опять же тут есть такая как бы нюанс что обычно мы говорим что вот много думают такие педанты рефлексируют и прочее прочее значит вроде как интеллектуальной способности даже быть хорошие и я бы тоже своим пациентам часто говорю так чтобы поддержать что но окр до навязчивость это расплата за интеллект да потому что слишком много думаете но да действительно для человечества конечно это укр этом расплата за интеллект а естественно нос если мы смотрим про клиническую популяцию там не отличаются не не выше не образовательный уровень не не интеллектуальной способностью людей с укр по сравнению с общей популяцией более того есть исследование что даже память похуже да потому что опять же ниже скорость психических процессов потому что перепроверяют много доциклиться на каких-то мелочах до меньше там когнитивная гибкость и много достаточно особенности когнитивных которые как раз про и про недостатки больше чем про какие-то сверхспособности вот и это как раз объясняется даете много занимаются психотерапии то с чем можно доработать степ целью продолжения там и сверхответственности перфекционизм и гипероценка угрозы и не вот это не переносимость неопределенности и чрезмерная важность мыслей да но опять же вот если мы вспомним работу недавно умершего до к сожалению без калориата дэниэла канемана то и его словами да это вот неправильное соотношение системы 1 и система 2 принять решение в нашем мозге то есть система 1 которая более древняя да она больше связан с лимбической системы с эмоциями до которая автоматизирована додумает да и быстро и автоматически у нее мысли решение там и прочее нам она в большинстве случаев нужно да мы или живем такой жизнь есть система 2 которые уже вот с должностно латеральной префронтальной корой обеспечивается вот это приобретение человека сложное логично и последовательно связаны с мышлением и сознательным рациональным мышлением и прочее она гораздо более медленно и более ресурсоемко но если по-хорошему да то вот этот например чрезмерно важной смысле это это попытка системы 2 взять под контроль систему 1 вот собственно есть суть навязчивость до мысли какая-то интрузивно автоматически возникла а человек ее пытаются запретить себе каким-то рациональным мышлением контролем и так далее это невозможно потому что первая система быстрая 2 медленно это и поэтому он никогда не сможет слова не праве вылететь не поймаешь мысли не воробей но подумал и уже обратно его запихнуть не могу да но люди они пытаются запретить себе вот эти автоматические мысли и собственно говоря этот цикл навязчивости раскручиваться или вот неопределенность неопределенность я должен на сто процентов быть продумать все возможные варианты кто может плохого случиться прежде меня куда-то пойти я буду про это думать одно и другое трети и тогда бесконечности чем больше думаю тем больше я вижу всяких нюансов и меня тем больше паники и тем больше мне снова и снова нужно думать на этот счет вот по поводу комбинации с другими психическими расстройствами и если мы опять же вернемся к возрасту манифестации мы четко можем сказать что есть те расстройства на фоне которых могут более ранние расстройства возникать укр и это как раз аутизм с двг фобии возможно да они могут параллельно может быть может быть как бы и и и вторично то что в моей работе актуально это часто дифференциация диагностика и работа с лкр при ростой суху частического спектра опять же вот самый свежий мета-анализ упрощенный говоря 10 процентов людей с аутизма умеет укр и 10 процентов людей с укр имеют аутизм поэтому если мы видим чек с укр мы можем подозревать аутизм и проверить на его надо и наоборот но там же проблема в том что одна из особенностей аутизма склон с годнообразно повторяющий поведению и в том числе в виде то что назвать стимов или самостимулирующий поведение которое в принципе похоже на компульсии особенно если человек плохо говорит плохо взаимодействует мы не всегда можем понять вообще почему он это делает и зачем в чем функция до этого поведения поэтому дифференцирует бывает достаточно сложно и вот в россии четко все пациенты с аутизмом из 2 г но по моему опыту вот таких классических психиатров все получают диагноз шизотипического роста как минимум потому что они странненькие и плюс еще навязчивости да и навязчивости тоже к странненькие например да вот мне вчера как раз была пациентка которую смысле мальчик которого мама мне лет пять может назад приводила уж не помню сколько я диагностировал детский аутизм он разговаривающий но не очень может пришло там коммуницирующий но учиться в школе все было неплохо но вот и вот стали в школе отравить и у него появились навязчивые переживания не связаны с травле да то есть опять же выбросить кота в окно лет 13 так и достаточно характерно до переживания маму задушить и прочее прочее они то есть вот это все-таки были навязчивости потому что как раз вот тут дифференциация дифференциация такая что они эго дистонны они пугали его он пытался с ними с он там плакал он с ними там просил маму там чтобы контролировать так далее жаловался на это постоянно дома мы испугалась и вызвала его в москву в нцпз научный центр психического здоровья там ему вроде как тоже про аутизм конечно сказали но видимо подумали что другое назначили три нейролептика вместо антидепрессантов всяких ларпротексен что-то галоперидол там еще что-то ну как-то не очень сильно ему помогло мы стали использовать вот соответственно в чем отличие до что навязчивости стереотипное поведение при аутизме она может иметь разные функции и там развлечь человека и можете успокоить но она именно человек считает это хорошим да то есть этот способ успокоиться при укр все-таки компульсии это эго стонные переживания это я не хочу бы это делать но я не могу иначе потому что она у меня вынуждает даете страх меня вынуждает то есть вот такая дифференциальная диагностика повторю что бывают дифференцировать сложно да вот как ни странно да вот это контроль импульса там тоже много переходных форм между компульсиями которые направлены на снижение вреда да и на импульсными поведением которые на поиск риска то есть там нету четко их четкой границ как я вам там на первых слайдов показывал да много переходных форм и есть вот это такая холода рада такая классическая в который все показывают нас схема до в которую он как раз вот компульсивно ростов сексуального поведения да это ближе к импульсивного поведения и поэтому в группе импульсивного импульсивного и расстройства сейчас вам кб-11 растущего поведения тоже они ближе к компульсивно-компульсивному до спектру эпохандрический укр собственно тура это где-то посередине да то есть там тоже есть импульсы и лечится она тоже как контроль импульсов при этом многие люди с этим имеют некие общие механизмы видимо да и общую предрасположенности к тем и другим расстройством поэтому когда мы говорим в общую коморбидность то так вот здесь такая тоже классическая известная очень цитируемая картинка если ее внимательно посмотреть то мы можем сказать что здесь это нету до отдельной главы но я уже говорил что расстройство нейропсихического развития могут прерасполагать qqr тот же аутизм сдвг и так далее аффективное расстройство вот биполярное расстройство достать там 20 чем-то процентов просто депрессия да по и поменьше да биполярное побольше и видите тут проблема с комбинацией биполярного укр она очень сложно часто депрессивные фазы именно проявляются видео кэр и нам вроде как хочет полечить это антидепрессантами как нужно укр до приводить инверсии эффекта и ухудшению состояния при биполярного что там так делать не не надо да тревожные расстройства да тоже мы говорим что это имеет общее много общих корней расстройство контроля импульса импульсов и сдвг раз нарушение контроля импульса и расстройств поведения да вот тоже мы с вами скажем что есть общие патогенетические звенья и это очень важная коморбидность укр и зависимости при которых как раз есть и вот 3 4 да и расстройств контроля импульсов и и лечение тревоги в рамках укр и поэтому они тоже часто сочетать как ни странно вроде укр до человек ищущий безопасность нет там и алкоголизм тот же наркомании тоже достаточно часто история дифференциальная диагностика мы уже рассмотрели фобии сверстанные идеи аутизм и осталось две вещи которые все-таки важно сказать 6 типической расстройства депрессии по поводу 6 типического растут опять же отдельно у меня вот лекция здесь есть на шизотипическое у меня на сайте да про 6 пичка рост из подробно но если внимательно посмотреть там есть такая как бы штука до 6 пички это вял текущая шизофрения во первых действительно в мкб 11 есть один из критериев 6 пичка рассосе который называется навязчивое размышление руминация без чувства чуждости нежелательности часто дисморфическим сексуальным агрессивным содержанием у кого нет так написано но в первых в американской классификации там вообще этого нет поэтому они как бы если есть как бы это и другое они подражают два диагноза укр и шизотипическое расстройство как два независимых друг от друга диагноза потому что они шизотипическое растутся личности это как личностная патология рассмотрит как там алан кастнер с личности которые приукают вообще часто и нам это логично может быть шизотипическое такой взгляд американский в мкб они все-таки оставили и в 10 и в 11 пункт про навязчивости но он нету его среди облигатных критериев и он вообще не совсем обязательно еще задвинут куда-то там на последнее место и в большинстве это исследование которые есть в мире они шизотипическое по-американским про dsm да там где вообще про навязчивости нет то есть с одной стороны да по навязчивости можно вроде как водозрить шизотипическое расстройство но вообще не примет прямой связи кроме того мы должны помнить что есть вообще другие должны быть для то чтобы мы шизотипического расстройства другие признаки это по справили вот когда там аутизм можно вместо шизотипического ну вот это все про при приученном пресс sindrom as a user каком недобро диагноз и да действительно похоже выглядит но не правильно до диагноз это ruсь там главная возраст манифестации при ауте он совсем молодой при шизотипическом расстройстве это все-таки там где-то как и шизофрения ближе 18 20 лет и старше вот и плюс еще длительность больше двух лет для того чтобы лошадь и пачка но вот эта традиция она конечно осталось советского времени когда все симптоматику невротического уровня дата которая понятная и рассматрив в таком больше психогенном взгляде да как невротическую психогенную ту которая вот не очень понятно тяжелую устойчивой к терапии а тогда терапии то никакой особо не было долго с присутствующие относили к вел текущей шизофрении и если говорить про невротическую то вот эта школа миссищева где-то такой внутри личности конфликты для всех неврозов в том числе дни в разное что они должны быть который вообще на самом деле плохо описывают укр да это такая очень узкий конечно взгляд до современных позиций понимания что есть навязчивость это вот теперь взгляд теперь с 80-х годов пересмотрели в мире до научные исследования помогают это сделать это что мы уже начали говорить что да может быть невротические расстройства тоже укоротность нелегкая когда недавно там заболел и более тяжелый когда давно болеет а там все больше и больше усиливается до симптоматика остается более более тяжелый никакому шизотипическому расстройства не имеет это отношение это просто разные степь из как бы степени тяжести да так же как мы говорим что и и логики там может не быть да потому что как минимум к вертам написал процентов генетическое заболевание да не только психогены вот у нас же как к сожалению до концепцию вел текущей шизофрении переименовали 6 типичка расстройства по как назвать по мкб но продолжают до сих пор используйте как мусорную корзину то что вот современном таком более научную обоснованном дифференцированном подходе может было бы назвать и и расстройством аутистического спектра укрпрл гтр там и всякие прочее прочее да они все не все получают этот к сожалению в государственной службы или у врачей немножко старой школы этот не очень понятный не очень обоснованный диагноз и люди вообще то есть практически очень много людей почему туда получают диагноз типического расстройства что они есть правильно более сложная вообще на самом деле судно для меня это вообще что-то пичка растут ки редкая на самом деле присутствует а может быть конечно и навязчивость но это все-таки редкая история и с работам укр нужно лечить как укр и поэтому я больше вот к такому подходу который записан в дсм до в американской склоняюсь и поэтому не вижу очень сложность дифференциации не вижу эту проблему а вот укр и депрессия действительно бывает сложно дифференцировать почему потому что они вообще достаточно часто сочетаются и очень часто особенно тяжелые укр ну пока не те которые до меня доходят как я описывал да это пациенты которые до длительно страдают у них нарушение функционирования у них много переживаний у них снижение самооценки что они какие-то извращенцы плохие и так далее да и поэтому у них депрессивная симпатичка вторично второе вторая причина ну может быть и общий патогенетические механизмы до сочетания особенно у старшего возраста и у женщин да как мы с вами говорили но и еще сложность отличить окр от депрессивных руминаций в такой есть тоже психологически больше термин который подразумевает болезненные размышления непрерывно прокручиваем голове одних и тех же тревожных или депрессивных мыслей и воспоминаний опять же вот их-то пациент обычно называют навязчивостью навязчивыми да в рамках на самом деле то есть это не настоящая навязчивости да это в рамках депрессии да ты какие-то неприятные мысли воспоминания труда человек не нравятся но и они ухудшают настроение поэтому он их пытаются да конечно прогоняется но в принципе у них нет этого общины компульсивного это круга рассматривать что-то что вот это такая настоящий депрессивное переживание именно фиксация на ошибках без внимания к поиску возможных решения до этих ошибок соответственно и там и там и при укр и при депрессивных руминациях настроение чем больше думаем тем вспоминаем да тем хуже настроение да это общее у них отличие на 2 сложно дифференцировать и поэтому он пробы терапии часто нужно да но так теоретически отличие в том что все-таки компульсивное поведение и даже припоминание может быть чушь чего-то да она в рамках укр она все-таки это тоже вариант решения проблем да это способ защититься от которого становится все-таки но это в долгосрочной перспективе хуже да а в краткосрочной то получше да то есть они облегчают состояние человека плюс все-таки при укр есть какие-то позитивные ожидания при депрессии вместе с негативными мыслями да есть и снижение позитивного эффекта ангидония и поэтому и ожиданий про будущее тоже они такие и вот этот классическая депрессивная бесперспективность будущего не страх как при тревожных расстройства и привык а бесперспективность но чтобы такая тонкая достаточно сложная дифференциальная диагностика которая действительно но не всегда бывают просто и последние в этом разделе да зачем же все-таки распознавать и лечить последствия укр и опять же очень похожи на шизофрения исследования шизофрении даже современные исследования говорят ну что во первых как мы сказали что укр часто не очень быстро обращаются за помощью люди с укр достаточно долго мог оставаться нелеченным и это один из факторов длительность вообще страдания да это фактор тяжелого состояния во многих случаях да и второе то что это длительность нелеченого болезни да она снижает в пользу дольше не лечил тем соответственно менее эффективно будет лечение более тяжелые симптомы низкая частота ремиссии и в том числе когда это из-под вы начинается особенно тут детишек точно так же как при шизофрении чем то есть пришлось они тоже главный фактор плохого прогноза сейчас это длительность нелеченого психоза если человек долго ходил в психозе и не не обращался за помощью то потом его и вылечить сложнее все хронические заболевания лечить сложнее чем острые чем раньше пришли тем лучше помощь поэтому тут важный принцип рано диагностировать врачи общей практики психологи должны бить тревогу и отправлять в том числе и к психиатрам за и за диагнозами и за фармак терапии второе да что вообще если ночь окр тяжелая расстройство вначале говорилось нижняя самооценка почти у всех да и семейные и профессиональные достижения академические циклиться на чем-то не может там учиться до многих на каким-то учебных там делах сложности с работой и попытки суицида и законченный суицид а как ни странно опять вроде как люди тревожатся и спасаются от каких-то угроз ну и суициды у них тоже частота их выше именно уже от отчаяния до от плохого от плохих жизненных обстоятельств доказано да так же как депрессия биполярная расстройство все это расстройство связаны со стрессом до длительное нахождение в этом состоянии да но приводит к старению мозга нервные клетки не возвращаются как бриллианты в руке договорили если человек волнуется то это плохо на мозг его не сказывается это морфу 1 морфологические до исследования структурные марта этом про это нам уже говорит и и данные корреляции даст и заболеваемости деменциями да весь и у прошла на прошлом вебинаре при биполярным расстройством в два раза больше риск заболеть деменцией да а при его карта в четыре раза даже еще больше чем при биполярном расстройстве да потому что на депрессии более вредный то да вот и тревожные да вот эти переживания да я при украине могут более длительные и болезнь альцгеймера и сосудистая деменция там где-то примерно в четыре раза риск больше у людей с укр чем без и не самое последнее шведские исследования вот только что вышедшая и смертность тоже и от натуральных причин поэтому и при этом там эндокринную метаболические нарушения да там ожирение у какой при всех тревожных депрессивных расстройствах и тут какие-то да еще носит речь сосудистые до заболевания выше их выше их риск и неестественной причины смертности в чем как всякие несчастные случаи тоже видите контроль импульсов не очень хороший да поэтому там практически в два раза выше риск и суициды и суициды там в естественно ведь и причины в среднем три в три раза то же самое я уже тоже где-то показывал да сейчас многие даже ипохондрия опять же там не человек защищается от болезни ищет у себя следить за своим здоровьем все время но она приводит к повышению смертности и и повышение суицидов четыре раза тоже шведские все это исследование в общенациональные там огромные выборки и конечно мы можем подозревать что и пах при ипохондрии да что все-таки человек не зря сомневался в своем до болезни да и возможно что вот здесь стоит как в анекдоте что доктора ипохондрия старого все-таки умер но общее конечно объяснение что все-таки другое то что длительный стресс пребывание в этих переживаниях да они приводят и к гормональным нейробиологическим до всяким разным до сердечно-сосудистым осложнением которые и и ухудшает общее соматическое здоровье и когнитивное здоровье и вот положительная тоже новость из свежих свежайших до самых исследований это о том что да вот мозг он паров повреждается тревогой депрессии навязчивость ими тогда да но если мы начинаем это лечить то мы как раз можем протективную действие оказать опять же это огромное исследование которые с большими там наблюдением которые оценивают использование тех или иных лекарств и мы видим что и у пожилых там 7 если это старше и чем больше используем чем дольше используйте больше препаратов использовать тем больше снижение риска болезни альцгеймера давчан и других нейродегенеративных заболеваний да то есть про активное действие оказывается особенно антидепрессанты ну или по крайней мере все препараты за исключением антипсихотиков вот антипсихотики они не очень хороши просто так вот поэтому мысль лечить не лечить плохо лечить хорошо да то что мы должны для себя уяснить владимир благодарит вас за лекцию спрашивать способны ли противостоять обсессии медитация с медитациями сложно бывает в часть во многих случаях они немножко могут повышать повышать внимание к своему до психическое состояние в некоторых случаях это может быть не окей но в общем про разные методы психотерапии тут есть ведь навязчивое переживание достаточно разнообразно поэтому какие-то вещи подходят какие-то вещи требует индивидуального подбора методик поэтому в некоторых случаях медитация может быть вариант но не во всех спасибо любовь михайлов написала подросток все время как будто покашливает если стресс то покажет покашливает еще сильнее принимала ли мимазин без эффекта это обсессия или тики да ну надо смотреть если нас зависит это тоже от нас дисфункциональности и прочее про сюда действительно может быть опсивно-компульсивность цикл и например то что мы как раз на семинары психотерапии обсуждали то что если мы повреждаем например кожу то она потом напоминает про про себя да и мы снова и снова возвращаемся точно так же с покашливанием есть да то есть если начинают кашливаться да повреждаем немножко верхние дыхательные пути хочешь и снова там что-то судит и хочется еще еще до некоторых случаях действительно это связано с такой некоторые до тревогой тоже может лечиться все за с некоторым случаях это ближе к тикам и там по-другому до лечить спасибо татьяна ивановна спрашивает ситуация когда в граве голове крутится какая-то мелодия как и расценивать эдитизм да это эдитическая память память на образы против ну если вам она не мешает то и ничего хорошего ничего плохого в этом нет раньше пока не было телевизоров и радио то все все много людей на это жаловались теперь поскольку все время чем-то занят это то редко кто жалуется да и если мешает ничего плохого сша это называют ушные черви виктор владимир спрашивает почему вы апеллируете к мкб-11 ну смотрите мкб-10 который пока функционирует в россии на подготовленные создав в девяностом году до утверждена воз то есть сейчас 32 до 34 года назад поэтому конечно мкб-11 30 лет позже да она отражает более современные взгляда чем чем старый вы же мы же за эти 30 лет много воды утекло до кучи лекарств новых вышло алгоритмы совершенно поменялись на научные исследования там улучшили да то есть вряд ли вы не ходите например к стоматологу которые лечат с теми же самыми инструментами тем же самым техникой как и 30 лет назад 90-м году продвинулась индустрия медицина вообще в целом да поэтому и мкб то конечно логично пользоваться более современной но она по техническим причинам мнение не принято но будет принятый практический переход рано или непонятно да но рано или поздно да это происходит просто переход он такой достаточно сложно это всегда там до вокруг этого как бы много переживаний в россии по не знаю почему но например если ту же америку вспомнить да они в на мкб-10 пришли существенно то есть в россии в 90 каком-то 899 году американцы в 2013 да потому что индустрия большая дорогой дорого стоит перевести все но все законы переписать и прочее прочее но это не очень хорошо для медицины но действительно долгие пути согласования адаптации каких-то вещей он естественный никто в принципе не торопит я думаю но но она для на для знаний для лекции конечно мы должны говорить ну что я буду рассказывать про 90 год что ли конечно новые диагностические руководства уже все все поменялось сергей раисович спрашивает если данные о нейромедиатор на механизмах и формирования навязчивых ну в первую очередь это нарушение в работе сердце энергетической системы поэтому препараты лечат препаратами силы из группы силы с там есть другие нюансы но это я как раз специально не стал дан этом останавливаться можно было бы достаточно интересно про это говорить но там много всяких но и нюанс спасибо далее сергей раисович интересуется какому виду расстройства относятся трипа фобии как это лечить это вот страх дырок ну опять же если это если страх возникает только при столкновении причем с каким-то определенными обычно ситуациями он дисфункционален то это можно отнести к фобическим расстройством простым фобия изолированным до спорт фобия если это какая-то навязчивая мысль и даст переживание о том что вдруг я встречу а вот здесь вот это есть и поиска и так далее так далее даже когда нету с какого-то значимого стимула тогда может быть какой я я видел у пациентов с укр именно они жаловались просто у меня есть они пациентка точно про это жаловаться на честно я не понял в чем дисфункциональность этих этих переживаний спасибо станислав эдуардович спрашивает чем лечить укр если она коморбидно с биполярным расстройством когда высок риск инверсия аффекта при использовании антидепрессантов особенно высоких дозировках которые требуются для лечения укр да и это такой очень сложный сложный вопрос но классический крест кого лечить психотерапии большей степени чем чем лекарствами да и для укр в принципе это может работать достаточно неплохо и второй там есть нюанс да вот стоп старый иерархический подход до в психиатрии да ясперсовский нижневского в данном случае здесь достаточно неплохо работают когда мы говорим что биполярное расстройство но во многом случае немножко более значимо для мозга человека да и для его состояния чем укр не во всех случаях но во многих это проявляется следующим так что укрс достаточно классическая полная до симптоматика может вполне присутствовать как эквивалент депрессивных фаз а когда мы стабилизируем нормативниками состояние то самочувствие да тогда и то есть вывели в какой-то теме тогда и укр симптоматика тоже уходит да многие пациенты они мучаются и просят назначать антидепрессанты которые действительно только расшатывают ухудшают состояние вот это создает порочный круг поэтому общая мысль здесь что мы сначала лечим и стабилизируем стабилизируем биполярное расстройство а уже особенно для биполяр первого типа у там будет там чаще кстати укрс считается а потом уже только переходим к собственных укр спасибо далее муслим рашидович спрашивает если у пациентов с укрс свойства индуцировать свое состояние окружающих да она интересует родительская всегда да 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 то есть да например про это воспитание в семье да и отношение ко многим ко многим вещам но ребенка впитывается именно через наблюдение за родителями и по алхандрическое расстройство это вообще по классике да то есть если мама переживать ну чаще мама может папа переживает за свое здоровье все время прислушивается к тому что не происходит он точно так же у ребенка этого маленького свое спрашивает что не что что у него там с ним да с его здоровьем да и поэтому этот маленький ребенок начинают воспринимать свое как раз самочувствие какие-то свои симптомы не как естественно какие-то угрожающие это формируют навязчивые переживания точно так же и то есть это мы говорим чисто про психологическую такую контаминацию заражения и вот эти все этом по поводу уборок выключения выключения там света везде и прочего да да иногда бывают это конфликты в семье когда кто-то придерживается остальные нет говорят что так нельзя делать все прекратите да но иногда то человек с укр может быть иногда как раз не надо бывает ребенок родителей добывает заставляет заставляет делать так как он сказал там например ибо и поэтому например вся семья то они все перепроверяются все все выключают там все и ну вот по поводу одной из недавних разговоров с моей пациенткой которая ну между делом да у нее там другая украина симптоматика но между делом она говорит что что разве можно что-то в розетке оставлять когда вы уходите в что-то включенным и она обосновывает у меня вся семья все выключают что здесь такого мы все 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 приборы чайники там телевизор и все выключать обязательно как что вы не знали что ли он он не так с удивлением мы же все это всегда все с детства я так делаю и сейчас продолжать больше час людей так не делает знаете я вы же сдачи все-таки выключают для верности ну да ну потому что несколько раз составлял включенными обогреватели надолго до 1 1 на этот счет опять же вы можете открыть какой-нибудь ответы mail.ru где люди с вот с такого рода сомнениями но в панил классическая история что уезжают в отпуск или на дачу и вместо чтобы отдыхать думают выключил ли он там чайник выключил ли там утюг и прочее прочее на что тут же электрики да вот они задают вопросы в интернете что там произойдет на что электрики говорят что это электронный прибор то или я сейчас путаюсь это электрологи ночью электрический декорал ли но в общем суть то что там например даже утюг выключили есть термостат он даже если он лежит на паркете это он будет нагреваться до 100 градусов выключаться нагревом может месяц так стоит ничего с ним не произойдет электричество нажжет и там народ рассказывает соответственно историю до что его я вернулся из отпуска оказался от месяц утюг лежал на полу но и остался на на этом линолеуме какой-то след и все больше ничего не произошло все застраховано да если утюг там сгорит или там обогреватель то пробки ну так вы должно быть давайте не будем не будем пропагандировать легкомысленное отношение к электроприборам сергей райсович спрашивает возможно ли целесообразно ли присоединение второго антидепрессанта с другим механизмом действия в случае если дозировка препарата первой линии уже максимально да ну вот это и рассматриваясь я привел такой один логичный обоснованный пример комбинации которые флокса минского мипромином до которые являются но такого экспертного уровня комбинации для придания терапевтической арестентности спасибо светлана владимир но интересует ваше отношение к транскраниальной электростимуляции но видимо в рамках терапии украшу тмс да она используется магнитная до стимуляция транскраниальная электростимуляция не не входит в клинической мясом видимость технологии да сейчас сомнения в отношении метода тому прочь спасибо коллеги благодарят вас за содержательную лекцию и следующий вопрос задает александр дмитриевич в детстве пациент постоянно был зациклен на симметрии подсчете предметов лечения никакого не проводилось но с возрастом все симптомы прошли правда с 25 лет периодически в каких-то стрессовых моментах возникает потребность соблюсти в определенных вещах симметрию может ли это быть о к р или недостаточно симптомов функционирование не нарушена совершенно обсессии при этом не может сформулировать да тут висе есть неправильно вы говорите украш все-таки когда дисфункционально то есть не про все сомневаются когда уходит там до уезжают с дачи да но вот если приходится возвращаться среди недели да из-за сомнений или там ночами не спит человека да это это плохо есть то что называется еще похожая расстройство которому прошу раз говорили называется активно комплексивно расстройство личности или нанкастная до личность еще иначе говорят там тоже аккуратность симметрии разложить все по полочкам и прочее прочее но она вот как раз то что здесь дмитриевич отмечает что при этом сам вас тут нету собственно говоря вот этого обсессивного переживания до вторгающихся мыслей там что-то мне необходимо а просто человек вот такой максимальный такой педанс да вот которому нужно очень перфекционист который все нужно сделать очень аккуратно и нету ощущения что в этом что-то не так он уже наоборот делает хорошо обычно это например близких может немножко мучить да то есть сам человек у него все хорошо он считает что он хорошо функционирует близкие мучаются да потому что вот у меня несколько было таких на история когда там мужчины после например классика такое что после развода женой да он приходит и начинает вот так немножечко руминировать по поводу виновности своей что-то и там выясняется какие-то обстоятельства он из лучших побуждений он все время там но ему нужно если куда-то по и он не может спонтанно ничего делать он должен продумать все просчитать карта там загрузить рассчитать какие-то там пути там и прочее прочее да но там же не например хочется спонтанности хочется его уверенности она все время видит его какие-то да какие-то эти подготовки продумывание всех нюансов там и прочее прочее для него это защитно это не мешает это может наоборот хорошо в программистом дата такие работают в каких-то аспектах это окружающим может немножко мешать понятно то есть ну данный пример говорит просто о том это вообще бы расстройство личности например он в партнерских отношениях кажется что там столкновение но это не укр как как расстройство это личность на особенности спасибо так марина владимировна благодарит вас за лекцию и спрашивает использовали были вы телесно-ориентированную терапию при укр и что кроме кпт психотерапия считается эффективным при навязчивых телесно-ориентированная весе почему кпт считается эффективным потому что научно доказательный подход который подразумевает все таки но логику достаточно простую простую как методику про понятно это прозрачную протоколы до оценки эффективности до примерно дают когда мы должны получить эффекты да и и поэтому там все достаточно прозрачно во многих психотерапевтических подходах там гештальте телесно-ориентированные психо-динамических какие-то подходах там немножко мы не очень понимать что происходит что там чтобы что делается да как там влияют на какие-то до симптомы поэтому часто получается прямо вот в таких не совсем научно доказательных подходах нам часто получается прямо наоборот люди с укр они вот склонны склонны фиксировать нас чем больше они обсуждают и чем больше они думают про свои до навязчивости тем больше их становится например до психоаналитиков иногда приходит человек который много много там месяцев и даже лет там проходил у него настолько это то есть настолько еще увеличилось это и и так изначально его склонность к рефлексии что потом с этим вообще сложно что-то делать поэтому там ведь он склонна поведенческая спасибо так гульфия толгатов на спрашивает будет ли запись этого вебинара да иван андреевич разрешает публикацию записи всех своих семинаров запись будет доступна в архивном разделе нашего сайта в сообществе образовательный центр формамет на ю тубе рутубе в сообществе на каналах ю туба рутуба в сообществе вконтакте ну и на личном сайте ивана андреевича мартинеру так фиалка агдасовна спрашивает чем отличаются музыкальные слуховые галлюцинации при шизофрении от обычного проигрывания мелодий в голове у здоровых ну я честно не видел людей с шизофрении музыкальных слуховых галлюцинаций но если мы говорим все-таки про шизофрению гипотетически могу представить то что все-таки это называются черный галлюцинации да они действительно внутри головы как некоторые представляемый голос не тот который мы слышим ушами да но все-таки там есть чувство сделанности то есть ну я предположу что это что-то там что мне какие-то злонамеренные люди там инопланетяне фсбшники там сыры ушники не варнию неважно кто иранские специалисты по мимонтину при укр да они мне передают с помощью каких-то телепатии там чего-то еще внушение электролучей и прочее прочее вызываю например пытаюсь довести меня там до самоубийства или лишь для какой-то другой не делал то есть вот это вот то есть по сути дела это не только галлюцинации до несколько то есть феномен то действительно похоже да но есть еще вот бредовые идеи воздействия и или чувство сделанности до этих галлюцинации и бредовые не преследования отчетливо добре да вот это достаточно характер можно предположить что пришли невозможно спасибо тамара михайловна спрашивает возможно ли извлечение при укр ну конечно то есть что значит извлечение да то есть конечно есть предисположенность она как мы скажем имеют биологические корни генетические корни поэтому да мы можем вывести в ремиссию и человек может жить и да там много есть детей которые выходят ремиссии во взрослом возрасте у них все хорошо либо там при стрессовых событиях может снова какой-то быть рецидив но есть люди с да не сам благоприятным долю лечение вот то что я и рассказал да легкие они хорошо лечится но все быстро проходит и даже не очень важны какие вмешательства если это с хроническим тяжелым течением с которым сложно но как и для всех расстройств спасибо ирина олеговна пишет видимо о своем опыте применения и артеры да тоже тоже но сейчас все-таки этот немножечко такой странный шаманский немножко метода которые хоть и пытаются автора сделать научно доказательным и сказать что там что-то есть исследование прочее но также клинических рекомендациях вот всегда и ни для чего не рекомендован научно все-таки не обоснованно спасибо иван андреевич спасибо коллегам о принявшем участие в сегодняшнем семинаре следующий семинар с участием ивана андреевича запланирован 6 июня и посвящен он будет безопасности психофармакотерапии и кардиологическим аспектом поэтому называется он например на перекрестке кардиологии психиатрии и в семинаре также примет участие с владимир дмитриевич бекетов специалист кардиолог вы можете зарегистрироваться уже сегодня чтобы получить в день трансляции напоминание по электронной почте и в смс до новых встреч спасибо